Вот если описать все, потребность самосохранения, социальная, половая, скучно, согласитесь, ну как-то все, и это не мудрено. Почему? Потому что мы с вами нарастили очень большую эту колокольню на своей ножке, и эта колокольня стала создавать свои желания. Вот я беру кавычки, и это хитро. Значит, кажется, сознание не может проникнуть внутрь подкорки, и оно не может сформировать там желание, и это так. То есть вот, ну полюби его уже наконец. Ну что, да? Должна там подкорка сказать, а, ну да, конечно, сейчас начну этот эндорфин выкидывать в вагон, и все. А не получается, да? Заинтересуйся ты. Он мне говорит, помогите сыну-подростку, ему все неинтересно. Я говорю, ну, заинтересуйся. Не работает же так, правильно? Ну компьютерная игра может его хорошенько заинтересовать. И понимаете, это уже же не инстинкт самосохранения. Потому что, когда он бегает в этой компьютерной игре и стреляет, но он же не жизнью-то его не рискует, там другие бегают, и он вместе с ними, и он такой, я крутой, сейчас мне тут дополнительный меч. Чух-чух. Смотрели вы такое? Да, оно там, все, социальный, вверх, победил, следующий левел. И там еще девушка какая-то появляется, и такой, что за ней бежит. Ну, не половое, ну что он с этой девушкой там будет делать? Оно не такое, как когда у него, он что-то другое смотрит. Понимаете, там у него тоже может случиться, но там уже прям половое. То есть это какие-то появляются желания, которые используют ресурс эмоциональный, то есть вот этот вот нейрохимический, да? Но они какие-то другие, химерические. То есть желания, например, вот вы представьте, я вот все время говорю, у человека начинается паническая атака, он в ужасе такой, все, все, он находится, вот. А ему, я считаю, не страшно. Вот он бегает такой, суетится. Знаете, человек, которому страшно, он лежит, он, он, он. А если он бегает и кричит, зовите скорую помощь, я умираю, что же случится с сердцем? Это химерический страх. Ну, то есть он реальный, под ним есть биохимия, там и так далее, и прочее, и прочее. Но это не физиологический страх, который его, как бы, машина едет, дверь хлопнула, вот страх. А вот это вот, беготня, это так, литература. И вот, и у нас с вами, но у него химера-то там настоящее. Эту химеру из него изгнать. Ну, мы понимаем, что здесь я под химерой имею в виду соответствующую рефлекторную, по сути, нейро-рефлекторную связь. Да, ну, то есть есть какой-то образ в голове, образ смерти, да, который проассоциировался с миндалиной, да, но это не миндалина увидел ужас, да, то есть это там есть просто короткий путь, да, который сразу идет в подкорку. Вы, когда идете по лесу, вы же не смотрите на каждый корень, который переступаете. Вам не надо зрительно обрабатывать, потому что у вас нога знает, она сама, она на уровне короткого пути понимает препятствия или нет. Для этого не надо кору развивать, и ящерица тоже умеет через корни переступать, если что, она для этого, ей кора не нужна. У нее короткий путь один, а у нас есть короткий, есть длинный, когда кору со всеми интерпрезентивными вариантами. Да, то есть когда я говорю химеры, я не говорю про реальных химер, там с крыльями, мистически залетающим в голову, я говорю про условно-рефлекторные связи, которые создали этот образ искусственный внутри башки, и дальше он у вас как бы проваливается, да, захватывает эту часть. Как это происходит? Ну вот, все молодежь хочет быть шоу-бизнесом. Очень все хотят. Значит, они, как можно хотеть шоу-бизнес? Это какой инстинкт? Уже, понимаете, непонятно. А непонятно, вот, неизвестно. Но, вот он смотрит на Курта Кобейна и думает, ну, чувствуете, пошел эндорфин с дофамином и чуть-чуть, ну, адреналина, да, и вот, и там как-то вот это все в мозге, раз, и такой вот, хочу быть Куртом Кобейном. Да? Выйду так, и все будут в восторге, а я буду бринь-бринь на гитаре, и все, все помирают. То есть, это нейрофизиологический механизм, но само желание эффективное. И мы вообще с вами живем в химерических желаниях. И это, когда вы достигаете того, чего вы хотите, оно радует три секунды. Понимаете? Но, если вы хотите поесть и начинаете есть, вас радует всю дорогу. Да? Улавливайте. Потому что это реальная потребность наша, да, физиологическая, базовая. А вот там, я не знаю, что там, люди, зарплату на 20 тысяч подняли. Ну, хочется же. Думаешь, ну-ка. Далее подняли, ну, как бы, ага, маловато будет. Да? Вот. Это почему? Это почему? Потому что химера. То есть, вам кажется, что если это, то вот это. Но это все в башке уже, это не в подкорке. Подкорка не может хотеть 20 тысяч. Она хочет счастья на все времена. Но дальше она начинает. То есть, вот у нас, вот в этой истории начинают формироваться химерические штуки. Ровно с той же механикой. То есть, они сначала, образ желаемого возникает вот здесь. Да? Потом он начинает сюда. Возникают какие-то эмоции, он начинает сюда. И мы возвращаемся. Мы, собственно говоря, петлю формируем. Ну, ребенку показывают мультик. Он смотрит на этот мультик. У него это. И туда вниз. Смотри, смотри. И вдруг весело, там смешно. Там этот человек-паук прыгнул как-то весело. Там раскраска у него. Там еще что-то. Ну, я не очень понимаю. Но какой-то. У нас Винкс были. Винкс. Смотрят сначала Винкс. Ну, Винкс, Винкс. Потом раз, раз. И дальше химера. Дайте Винкс. Хочу быть Винкс. Крылышки полетели. Винкс, бивеликс. Эджастис как-то. Ну, какой-то набор. Я уже не помню деталей. Вот. То есть, оно химера организовалось. И дальше он начинает эту всю историю. Да? Вот. Значит, теперь я вам расскажу, как это происходит. Значит, эксперимент. Эксперимент. У вас все с воображением, хорошо? Значит, у меня в руках бутылка воды. Вообразили себя? И два стакана. Улавливаете, да? Это два стакана. Это бутылка воды. Теперь я на этой пишу. Вода. Приклеиваю. А здесь пишу яд. Открываю. И наливаю. Сюда и сюда. Воду налил. Все. В одной вода написано, а другой яд. Чего вы возьмете? А мы знаем, что это из одной бутылки? Да я же сейчас наливал. А, ну, да. Ваших рук налил. Да. Но в эксперименте выбирают воду. Все. Но вы представляете, что случилось, да? Но вы точно знаете. Кучего, что вот это лучше не брать. Или по телевизору вам показывают, что вы кому-то ногу отпиливают. Вы что делаете? Перепрюченка. Вот. Понимаете? Это же по телевизору раз. Второе. Нога-то не настоящая. И вы знаете. Вы же в курсе, что там не убивают это. Ноги не отрезают. Вы смотрели? Вот. Мой любимый фильм-то. Ходячие мертвецы. Вам отрезали по кусочку и ели. Оно уже не умирает? Неприятно смотреть, согласитесь. Да? Но это же фигня все. Это же придумано. Вы знаете. Вы же там не пишете петицию в Оскар. Прекратите это все. Безобразие немедленно. Это к пониманию того, как формируется химия. Они настоящие. Просто потому, что ваша вот эта штука находится вот в этой петле, этой связи. Потому что, когда вы видите яд написанный, у вас начинает выделяться норадреналин. Вы ловлюете. И вы умом понимаете. Ну, зачем, в конце концов, переключим. А мы переключим. Значит, и вот эти химеры начинают обретать, собственно говоря, существование в нас с вами. И мы начинаем жить этими химерами. И эти химеры, конечно, связаны с базовыми инстинктами. Потому что им нужно же черпать биохимический базис, ну, эту основу для всего этого. И дальше они, химеры, зависят от культуры. В одних химерах, в одних культурах одно, там, счастье. Ну, там, у кого-то религиозное какая-то, да? У кого-то, этот, как его, на войну вот это. Ну, чего хотят люди? Всякие разные разности.